Субтитры создавал DimaTorzok 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 Говорю, а вы читали Энгельса что-нибудь? Нет Ну вот почитайте Он почитал Говорит, ну надо же так интересно А отец у него Энгельс был по имени Ну у нас есть другой пример Сейчас в Эквадоре победил Сейчас президент Знаете как Ленин Марена Так что Ленин победил в Эквадоре И стал президентом Отец его был Большой, так сказать, сторонник Ленина И назвал так И вот в этой работе Энгельс говорит, что определяющим В человеческой истории Это их общая позиция с Марксом И дело не в позиции А дело в том, что это открытие их Маркса и Энгельса Которое Не мог сделать Гегель Поскольку у него была Идеалистическая позиция И все попытки применить диалектику К исследованию общества У него не получились У него не получилось Ни правильное изображение истории Потому что история у него получилась Вот идея Она проявляет себя в войнах В революциях В столкновениях В борьбе Не видно никакой основы А что значит идея? Она абстрактная, бесплотная И то есть Это вот видимость объяснения Без объяснения И у него была попытка Попытаться диалектику применить К изучению права И тоже неудачная Есть такая работа у Маркса Критика гегелеской философии И права Где он показывает Маркс Что получилось у Гегеля Хотя Гегель его учитель Получилось, что Олицетворением Вот вершиной Государства является Прусско-монарь Ну это говорит И там Если в науке логики Гегеля Все обосновывается Выводится То В философии права Просто есть очень Такие интересные Умные мысли Ну они Такое Цельное Изложение Которое Было бы Выведением И доказательством Тем самым Не соединены А почему? Ну потому что На этой идеалистической основе Невозможно это сделать А Маркса Они и Энгельса Они оба Два этапа Сделали Во-первых Они из идеалистов Превратились Ну как бы Они пригласили И других идеалистов Так же поступить Они же были Младогегельянцами И они сначала Почитав Фейербаха Его книгу Сущность Христианства Которая сделала Эпоху И очень многих Поставила На материалистическую Основу Они стали Материалистами Но Они не хотели Выбрасывать Диалектику Которую они изучали У Гегеля Понимая ее Так сказать Вот Значение Революционную душу И они как бы Соединили Материализм И диалектику И создали Диалектический материализм А вот уже Этот диалектический материализм Попытались Применить К обществу Но для того Чтобы его применить Нужно было Тоже метод Разработать Метод был такой Что вот они Открыли В книге Маркс Энгельс Немецкая идеология Они открыли этот метод Который состоит в том Чтобы Вот понять Что определяющим Во всей человеческой Истории Являются Ни идеи Ни короли Ни цари Ни отдельные люди А производство И воспроизводство Непосредственной Жизни Вот То есть Такой материализм Применительный К обществу А производство Воспроизводство Непосредственной Жизни Включает в себя Два момента Производство Человека Человека То есть Рождение Воспитание Детей И Значение Это такое Мы можем Сколько угодно Говорить об обществе О взглядах О праве Об истории Если люди Не будут рожаться То на этом Последнем Так сказать Поколении Все и закончится Все и закончится И даже Вот В этой книге Энгельс Специально говорит Что в основе Любви Лежит Вот Необходимость Воспроизводстве Человеческого Общества Поэтому Скажем Вот сегодня Есть и ЛГБТ И эти самые Гомосексуалисты Ходят со знаменами Причем Только когда Они ходят со знаменами Только и узнаешь Об этом Потому что Если он Не ходит со знаменами И не занимается Парадами То это никак Нельзя узнать Кто он В этом смысле Правильно Поэтому это люди Которые на самом деле Политики Ну это вроде того Что у меня Скажем Болела бы левая нога И вы об этом Не знаете Да Может она у меня Сейчас болит А я значит Нарисую на знамени И пойдем Вот У вас не болит Левая нога И пойдем со знаменами А вы против Значит нас А мы за Что левоногие Так сказать У кого левая нога Вот Поэтому Можно сразу сказать Что это все Такая вот Подоплека политическая Конечно Безусловно Ну и это Свидетельство Разложения Современного Буржуазного общества Которое Забывает Что в основе Это как раз Человеческой жизни Лежат Человеческого воспроизводства Отношения мужчины И женщины И любовь Как Вот такое чувство Которое является Таким высшим выражением Этих отношений Или Шопенгауэр Такой был Философ Он конечно Не такой великий Как Гегель Не такой великий Как Маркс Но идея у него Очень великая была Что говорит Вот родители Любит в детях Свою Любовь Как здорово сказано Потому что дети Вот результаты Этой любви Вот они Их отношения Воплощены В детях Причем дети Действительно Являются Воплощением Родителей Как бы Если у вас Есть дети Вы уже родственники Потому что у вас Общие дети А так вроде бы Если муж И жена И нет у него детей У них детей Они как бы И не родственники Так что Вот такая Интересная история И так Вот это надо Зафиксировать Запомнить Записать Что в основе Человеческой истории Лежит Производство Воспроизводство Непосредственно Жизни А как Произвести Непосредственно И воспроизводить Жизнь Это нужно Во-первых Детей рожать И воспитывать То есть Производить людей И второе Надо производить Средства для жизни Материальные То есть Если у вас нет Пищи Одежды Крыша над головой То не сможет Воспроизводиться Человеческое общество Правильно? И все сводится Вот Весь, так сказать Метод Исторического материализма Он сводится Вот к этому К этому Высказыванию К этой вот идее Фундаментальной Идеи Что все Можно Свести к этому Производству Воспроизводству Непосредственно Жизни И соответственно Это разворачивается Дальше И Следовательно Идеологические Моменты Политические Моменты Они так или иначе Сводятся К этим вот Моментам Причем Когда речь идет О производстве То Рассматриваются Не просто Так сказать Сами Какие-то Действия А рассматриваются Отношения Кровно-родственные Отношения И отношения По производству Материальных благ И вот На ранних Этапах Человеческого Общества На первом месте Стоят Кровно-родственные Отношения Кровно-родственным Коммунизме То есть Что там За производство Производство Освободится К собирательству К охоте Собрали грибов Поймали птиц Да Может быть Удалось Выкопать Большую яму И туда Свалился Мамонт Веслом И так далее Это большая добыча Вот Но нет еще Производства Как такового Оно сводится Просто К потреблению Продуктов Природы Больше К собиранию Продуктов Природы А когда уже Начинается Производство То вот эти Отношения По производству Они главными Являются Вернее Основными Отношениями Среди всех Общественных Отношений Иногда Кажется Что Вот есть Некий Какой-то Исторический Материализм А может быть Он устарел На самом деле Вопрос-то ведь О чем идет Что Существует Две партии Философские Идеализм И материализм Если вы Идеализм Применяете К истории Будет Исторический Идеализм А если А если вы Материализм Применяете К истории Ну естественно Диалектический То будет Исторический Материализм И никуда Отсюда Деться Нельзя Я Своих товарищей Которые Работают Со мной Вместе В нашем Институте Философии И тогда Над ней Подшучил Говорю Ну вот У нас есть Разные концепции В философии В том числе Идеалистические Ну вот Вы выйдите И скажите Я вот Применяю Идеализм К истории Я Исторический Идеалист Ни одного Не видел Говорю Ну вот Как стесняются Такое Сказать Ну так Если вы Так считаете Если вы Этим пользуетесь Попробуйте Скажите А выбора Тут нет Либо вы Идеализм Применяете К истории Получается Исторический Идеализм Либо вы Материализм Применяете К истории Получается Исторический Материализм То есть Никакого Другого Тут хода Нет И поэтому Либо Вот эти Два шага Которые Сделали Маркс Энгель Сначала Материализм Потом Соединение С диалектикой Получается И применение Его К истории Это Исторический Материализм А Идеализм Как не пытались Применить К изучению Истории Ну вот Самое лучшее, что было у Гегеля, лекции по философии и истории, а в общем-то никакого объяснения истории это не дало. Поэтому никакого другого такого методологического аппарата для изучения истории нет, и поэтому надо этим вот аппаратом владеть. Если на ранних этапах производство людей или кровно-родственные отношения были главными, то потом на первое место вышло производство и воспроизводство материальных благ, без которых точно так же. Только в одном случае, в первом случае детей нет, пропало все поколение, а здесь дети есть, взрослые есть, но все умрут без средств жизни. Так еще страшнее, дети есть, а есть нечего. Поэтому вопрос о производстве материальных благ имеет то же самое прямое отношение к человеческой жизни. В этом отношении люди, они хоть и возвысились над животным, так сказать, царством, над животным миром, но не перестали быть животными. Некоторые, правда, считают, что они не животные. Я говорю, ну такой вариант тогда остается такой, чтобы растение. Потому что выбора тут нет. Что такое человек? Это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Но если вы скажете, что это не животное, ну... Есть вот такие растения, которые едят животное. Знаете, расянка у нас на болотах в Пленинградской области, это сядет вроде на капельку комар, она так вот, эта ладошка так сожмется, и его переварят, потом разольмется, и ничего, и нету. Ну и в тропических странах есть другие растения. Целый кувшин, куда туда забираются, допустим, более крупные насекомые, оттуда уже не выбираются. Потому что эти растения их переваривают. Так что, несмотря на то, что растения более низкие вообще уровень, сами по себе, но, тем не менее, они умудряются, и некоторых представителей более высоких по организации своей среды. Это с одной стороны. А с другой стороны, растение обладает таким свойством, которым не обладает ни одно животное. Они могут создавать белок. Заново. Из минеральных веществ, воды, под воздействием солнечного света. Вот такая идет химическая реакция по созданию белка. А животные этим не обладают. Вот они могут только один белок проглотить и сделать на его основе другой белок. Рыбу съесть и построить свои клетки, уже человеческие, да? Совершенно другой, более высокий белок. Таким свойством обладают еще и такие растения, как грибы. Они тоже создавать ничего не могут, потому что они не имеют хлорофиловых зерен и являются как бы границей между животными и растениями. То есть, с одной стороны, у них белок как мясо получается, а то, что они берут остатки растительные, делают из них новый высококачественный белок. А с другой стороны, они создавать белок не могут. И так, как делают там это сосна, ель, береза, или трава и так далее. Ну, раз так важно производство непосредственной жизни, и раз на первое место выходит с развитием общества именно производство материальных благ по значению, по воздействию. Почему? Потому что кровно-родственные отношения уже начинают зависеть от этого. Они не исчезают. Иногда кажется, что в прошлом остались кровно-родственные отношения, как сильно влияющие на нашу жизнь. Кажется так. Допустим, раньше были цари, монархи. Как передавалась монархия по наследству? Как передавался пост царя или короля? Как эта власть передавалась? По принципам кровного родства. А сейчас что-нибудь передается? Какая-нибудь власть по принципам кровного родства? То сейчас вся экономическая власть, раз образовался капитализм снова в России, вся экономическая власть передается кому? Вот тем, кто хороший изобретатель, или хороший организатор производства, или генеральный директор. Это вот нет. А кому? К детям того, кто является собственником этой монополии. Правильно? И все. Ну, а я думаю, вам не надо рассказывать, что экономическая власть легко конвертировать во власть политическую. То есть нанять необходимое количество людей, организовать выборную кампанию, профинансировать выборную кампанию соответствующей партии, включив себя туда в список и так далее. И, пожалуйста, пройти в Думу, получить тем самым неприкосновенность, что мы наблюдаем на каждом шагу. Поэтому на самом деле, кровнородственные отношения не пропали, их влияние не исчезло, но, конечно, все равно на первом месте производственные отношения, отношения по производству материальных благ. Отсюда и необходимость нам знать твердо, что такое производство. Вот производство материальных благ называется общественным бытием. Общественное бытие. То есть есть у вас еда, то вы есть. Нет у вас еда, то у вас нет. Правильно? Бытие. Бытие. Почему даже в языке иногда говорят «живот и жизнь». Живота своего – это жизни своей. Не щадя живота своего боролись. То есть понятно, что если у вас есть средства для жизни, вы живете. Если у вас нет средств для жизни, вы не живете. Поэтому это вот и есть общественное бытие. То есть самое простое такое отношение. А для этого надо твердо знать, что такое производство. Надо не путать производство и труд. Труд – более простая категория. Что такое труд? Никто не скажет. Труд что такое? Это деятельность, но не всякая деятельность – труд, да? Вот я мяч гоняю по двору. Это труд? Если я его, конечно, гоняю в рамках какой-нибудь компании, то вроде как уже и как труд идет, и есть профессиональные спортсмены и так далее. То есть оно стало как бы видом труда. Но изначально это деятельность. Ну, это не есть деятельность по созданию материальных благ. Но материальные блага так можно притянуть и большие с помощью этой деятельности. Правда? Мы знаем, что доходы, которые получают представители тех или иных клубов, очень высокие. И даже я, например, знаю, как выиграть надо. Вот если у вас одна страна, а у меня другая страна. Как мне выиграть у вашей команды? Если мне надо иметь больше денег, чем у вас, я куплю лучших тренеров и лучших игроков. И наша команда у вас выиграет. А потом вам это дело надоело, вы собрали еще больше денег, перекупили моего тренера, потому что вы ему заплатили в два раза больше. И он подумал-подумал. И он, между прочим, не россиянин, как у нас сплошь и рядом бывает, а он, так сказать, кто даст денег больше, туда и пойдет. Вы получили большего и лучшего тренера, и получили, соответственно, игроков, если вы им заплатили. Почему так и получается, что вот кто кого переманит, и вот, так сказать, вот эти очень высокие ставки получают, по которым получают футболисты. И вы выиграете. Поэтому сегодня болеть за какую-то команду, ну, это болеть за тех, у кого с деньгами хорошо. Ясное дело, команда, которая поддерживает «Газпром», плохой не будет. Правильно? А если это команда, которая поддерживает какая-нибудь маленькая фирмочка, то ясно, что она далеко не пойдет. Вот. И поэтому, скажем, интерес в известном смысле сместился тоже в коммерческую область. Конечно, интересно смотреть, как вот сами по себе виртуозы они выступают. Но какого клуба будет победа, ну, это зависит от того, у кого какой стадион, у кого какая возможность тренироваться, ну, и так далее. И какая возможность набирать детей, с какого возраста туда для того, чтобы готовить. И перекупать лучших, если своих не хватает, и так далее. А труд, когда мы говорим о труде, то надо брать труд, прежде всего, как материально-производительный труд. Если мы не забываем, что в основе человеческого развития лежит производство, воспроизводство непосредственной жизни. Это вот потом уже другие виды деятельности. То есть мы можем называть трудом любую общественно-полезную деятельность. Правильно? Которая приносит пользу. Вот. Но в политико-экономическом смысле, с точки зрения производства материальных благ, есть труд материально-производительный и остальной. Так вот, если мы хотим придерживаться принципа исторического материализма, мы должны их разделять. Вот у меня труд нематериально-производительный. Что я делаю? Обучаю. А что такое обучаю? Что у меня предмет труда? Предмет труда студенты. Так? И как у парикмахера. Только парикмахер, значит, вы идете к парикмахеру, он так начинает это сверху, а нам поручено так, наоборот, изнутри. Как немножко так. Голову так подработать чуть-чуть. То есть мы, своего рода, тоже парикмахеры. Ну, это вот называется, если труд направлен, деятельность направлена на человека, на преобразование человека, это называется условием. Вот если я водитель грузовика, я рабочий. И труд мой материально-производительный. Вот здесь груз стоял здесь, посмотрите на землю, а теперь природа преобразована, груз стоит здесь. А если я водитель автобуса, то мне иногда, когда тряхнет, особенно на ухабе, по-своему же скажут, э, вы там не бревна ведете. А если бревна ведете, ничего с бревнами не будет. То есть это мой труд уже направлен на человека. А раз он направлен на человека, он дается не в виде материальных благ, продуктов, а прямо в виде удовлетворения потребностей перемещения непосредственно людей. Поэтому, вот кто работодатель, если вы сели на автобус? Кто вам дал работу? Водитель автобуса работает и вам отдает свою работу, и он виден. Ни во что она не превращается, а прямо в автобусе перемещается. Точно так же, если есть грузовой самолет, он везет грузы. Его летчик этого самолета, он материально-производительный работник. Можно сказать, рабочий. Сказать про того человека, который управляет работой марсохода. То есть между ним, если между ним и марсоходом нет другого человека. Вот если вы непосредственно управляете, а я ваш начальник, я говорю, так, скажи там, давай-ка, поверни-ка направо этот. Я смотрю, и вы начинаете, делаете манипуляции, которые поворачивают вправо движение марсохода. Вы рабочий, я кто? Я интеллигент, я руковожу. Управляющий. Тот же самый космонавт, который управляет космическим кораблем в ручном режиме. Он кто? Рабочий. А командир отряда космонавтов, который управляет космонавтами, ну, его труд, он направлен на человека. А в этом плане, если человек производит пилюли, таблетки, он фармацевт, его труд материально-производительный. Маркс такой проводит пример в третьем томе «Капитала». Вот кажется, что врач с высшим образованием лечит человека. Нет, его труд непроизводительный. А вот тот, кто делает, таблетки производит, потому что он не производит, этот человек производит человека, а тот производит средства жизни для человека. Надо это различать. Это еще называется труд производительный в смысле Адама Смита. То есть труд, непосредственным основным результатом которого, или деятельность, непосредственным основным результатом которого является преобразование природы, материальных блоков. Вот приспособление вещества природы для удовлетворения потребностей человека. Или, вот более красиво у Маркса это так сформулировано, труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Мне недавно один товарищ, так сказать, со мной переписывался, спрашивает, а какой же трудом мне нарисовался, чего обменивать-то? Как чего? Вот средство производства, которое помещает, средство производства называется средство от какого слова? От слова средний член. Человек помещает между собой и предметом труда некий третий, средний, вот это орудие труда или средство производства, которое оно стирается, оно портится, оно ломается, оно потом выбрасывается, то есть оно отдается природе фактически, переходит в природу. А, или, скажем, если это касается какого-то материала, который мы обрабатываем, а взамен мы получаем вещь, которая удовлетворяет человеческие потребности. вот, ну или просто, скажем, материально-производительный труд, это труд, непосредственным результатом которого является материальное благо, ну или перемещение материальных благ или энергии в пространстве, то есть то, что является непосредственным преобразованием материи, природы, природы. Производство более сложная категория, а мы сейчас остановились на труде для того, чтобы сказать, что труд это еще не все, не исчерпывает понятие производства, потому что производство более широкое понятие, потому что производство может идти и тогда, когда труд не совершается. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас священность и производство идет в России? Идет? Идет. Где? Ну, запросного не может. А? А что сейчас растет? А? Животные. Животные. Животные, да. Это правильно. Животные. Во-первых, животные. Сейчас растут себе обязательно и куры, и бараны, и козы, и так далее. Все это растет. Так, а из растений что растет сейчас? То вот эти озимые культуры? Озимые культуры. Их когда сражают? Осенью. Осенью. Потому они называются озимые, то есть их до зимы. Они эту самую зиму охватывают. То есть они до зимы сажают их, сеют, а после зимы они уходят. Их сажают примерно, или сеют, лучше сказать, озимые культуру сеют. в октябре. В октябре они вырастают вот примерно такой высоты. Видели? Поля озимых не видели никогда? Изумительные красоты, изумрудные такие поля. Я как-то ездил на такой съезд, у нас был в Нижегородской области, мы ехали в Мордовию. и вот там поля эти ходили. В октябре красота. Потом снег их укрывает. Они живые же остаются. А раз они живые, что с ними? Они закаляются. Корневая система продолжает расти. И самое главное, что они весной собирают всю воду, которую яровые культуры, которые не смогут собрать. Почему? Потому что весной вы не можете выехать на поля, потому что их развезло. Ну, снег, все, пашня. Туда ни трактора не может, ни комбайн, ни сеянка, ничего. А в это время все эти самые озимые культуры, как только солнышко приклеило, вот как сейчас, вчера. Вы посмотрите, как природа реагирует. Она природа все озимая. Тогда выявляются почки на деревья. Скажите, пожалуйста, образуются почки на деревьях. Когда? У нас. У нас. А? В конце марта мы будем. Да, ну что вы? Почки. Почки. Когда образуются почки на деревьях? Когда тепло. А? Когда становится тепло. Нет, неправильно. Когда становится холодно. Осенью они формируются. Почки образуются осенью. Они выталкивают старые листья. Поэтому все время как-то изображают осень, как вот грустная пора. А что ж тут такого грустного? Это вот появились уже почки все на всех деревьях и вытолкнули старые листья. Что ж тут грустного? Вам старые листья жалко, а молодых не жалко вам почечек? Они могут выдержать мороз. Посмотрите, вот особенно хорошо это видно на сирене. Уже зимой такие большие почки. И сейчас вот чуть-чуть-чуть пригрелось, что они распускаются весной, а образуются осенью. Так, а что важно, когда образовались или когда распустились? Конечно, когда образовались, это важнее вообще. Поэтому осенью это пора, когда образуются почки. и выталкивают старые уже ненужные листья, которые все равно не выдержат мороза никак, а почки выдержат спокойно. Точно так же, как с детьми гуляют в мороз. А вы видели, чтобы взрослого катали и два часа по морозу? Это страшное дело, все, конец ему. А дети зимой, пожалуйста, все время спят себе хоть на морозе. Их обязательно нужно, чтобы они гуляли зимой. А потом утрачивают так как раз способность перед некоторым временем. Уже в таком возрасте больше сверхгода никто старается зимой долго, два часа не держать. И тем более не спать на улице. Так, и вот эти самые азимные культуры пошли в рост. А что вот в этот период? Труд применялся зимой в производстве? В производстве азимных культур? Нет. Нет. А производство идет. Идет и идет. Идет и идет. Конечно, урожайность возимых культур выше, потому что они собирают всю воду, которая не достается яровым. Выехали уже теперь трактора, когда основная вода ушла, выехали чайлки, но воды уже стало меньше. Они не успели это все собрать. поэтому вот этот весь период, причем это не то, что какие-то мало, это вообще в сельскохозяйственном производстве, полеводстве, это огромное количество этих культур, которые являются азимами. Это основной источник получения зерновых. Это азимые культуры, они яровые. Но вот если где-то мороз, снега было мало, не укрыты были эти азимы, и они вымерзли, вот эти куски, эти площади подсевают весной, ну, чтобы потом это убрать, не пропадать. Уже позже, вместе с посевами яровых культур. Так что производство идет. Или вот производство вина. Вот сделали, вырастили виноград. Сделали из него сусло, то есть выжали из него сок. Из этого сусла можно делать ли сок виноградный или вино. Вино перебродило. Что делают дальше? В бочки дуговые закрывают и кладут сюда погреб. Ну и так фигурально выражаясь, сидят мужики и смотрят на эти бочки. И так пять лет. Это будет вино в пятилетней выдержке. Ясно, что оно дороже. Представляете, какая сила заключена? Так и не выпили его. Пять лет смотрели. Те люди, что знали, что оно там есть и не выпили. Вот вы наверное видите, что сыр у нас все время недозрелый продает. То есть надо, скажем, сорок дней, чтобы он вызревал. А если взять и раньше его вынести, то будет как бы больше сыра. Правильно? Сначала один раз больше. А потом опять будет. Только все будет 25 дней только зреть, а надо сорок. То есть один раз надо подождаться, сорок сделать, потом бы все время было много этого сыра. Но из-за того, что вот уж начали так раньше, так идут, что незрелые, незрелые, бледные, как будто он больной, этот сыр. А потому, что не утерпели. А вино вот утерпели. Нет, ну есть молодое вино, ну-ка, ну, есть молодое, а есть вино, значит, трех, пяти, десятилетний выезд. Правда? А есть и больше. Ну, в эти годы выдерживается бочка. Труд идет? Нет. А производство вина идет? Идет. Потому что в производстве, кроме человека, участвуют силы природы. Правильно? Причем, вот тут уже вроде как солнца нет, силы природы имеется в виду, они уже воплощены в самом вине. И они, вот там процесс идет уже непосредственно в вине и в взаимодействии, между прочим, с дуловыми, бочками. Наверное, вы знаете, что такое мореный дуг, да? Не знаете мореный дуг, слышали? Вот если дубовые доски или дубовые колоды находятся долго в воде, они приобретают особые свойства, особую прочность и является ценным очень материалом. Вот на Васильевском острове есть такая улица Шкиперский проток. Не слышали? Нет? Ближе туда к заливу. И вот где этот Шкиперский проток, там был такой пруд, в котором раньше стояли корабли. Вот все рядом с ВНИРа. Раньше это был Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, а сейчас Всероссийский. Вот там, где этот НИРа, вот где этот Шкиперский проток, вот в этом пруду дно было выложено дубом. Туда заходили корабли, там дно было дубовое. Вот там мореный дуб. Это очень ценный продукт, который десятилетиями готовится. Выдержку тоже требуется, чтобы был мореный дуб. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем, что производство не сводится к труду. Оно предполагает труд или в начале, или в конце, или время от времени, но без труда, конечно, не бывает производства, но он не сводится только к труду. Как определяется производство? Можете записать определение. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством и посредством Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. это очень важное определение мы сейчас все его составные элементы разберем чтобы у нас не было непонятного. Что такое процесс расскажет. Слово для вас не новое известное процесс что такое? Могу объяснить вам с точки зрения философии ваше затруднение Гегель это объясняет почему люди не могут объяснить то что всем известно потому что оно так давно известно что кто же будет задумываться над тем что и так известно поэтому над ним так и не задумываются и получается самые массовидные такие самые крупные категории они не обдуманы и люди просто повторяют повторяют и повторяют процесс процесс вроде как понятно но понять по Гегере выразить в понятиях ну как надо выразить что такое процесс процесс это изменение во времени изменение во времени так теперь что такое присвоение процесс присвоения предметов природы. Что такое присвоение? Вот вопрос. Что такое присвоение? А? То есть через собственность. Собственность это тоже большая очень категория страшная. Можно у вас взять вот эту бутылочку на время? В порядке методического материала. Вот смотрите. Вот видите, я ее держу, поворачиваю. Что я делаю? Присвоение имеет место? Имеет. Правильно? Ну хоть на время, по крайней мере. Имеет. А если я буду это время будет продолжаться, продолжаться, продолжаться и не закончится, то и до свиданеца. Хорошо, что это не кошелек. Для вас хорошо. Для меня плохо. То есть превращение в свою жизнедеятельность. Это же элемент моей жизнедеятельности, а был вашей. Вот. А теперь я возвращаю вам, и она снова превращается в процесс вашей жизнедеятельности. жизнедеятельности. То есть вы снова ее присвоите. То есть присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот видите, ручкой вы пишете. Если бы вы ей не писали, а она просто валялась, то не было бы никакого присвоения. Правильно? Она превращена в процесс вашей жизнедеятельности. Так. Производство из процесса присвоения предметов природы. Ну, надо объяснять, что такое предмет природы? Надо. Вот скажите, стол – это предмет природы или нет? Вот стол. Второй. В этом ряду предмет природы? Да или нет? Ну, если отталкиваться от противного, да. Почему это от противного? От хорошего надо отталкиваться? Или от противного отталкиваться, к хорошему притягиваться? Почему от противного? Потому что мы говорим про производство, о создании стола, это в какой-то степени производство, и… Зачем нам говорить по производству? Мы ставим более простой вопрос. Предмет это природа или нет? Да или нет? Вы его считаете предметом природы, этот стол, или нет? Или не считаете? Нет. Нет? Ну и зря. А это очеловеченная природа. А как вы думали? Где вы видите природу не очеловеченную? Ну что вы? Ну идете сейчас, вот вы видите деревья, которые растут, и человек посадил. Вот эти лампы, они откуда взяты? Ну это ртутные лампы. Кто добыл? Человек. А ртуть где была? В природе. А стекло это что? Из чего сделано стекло? Из песка. Какого? Вот это прозрачное стекло? Из кварцевого. А если тёмное, то это безобыкновенного песка. Вот. А пластик? А? Парты? Пластик. Пластик. Что идёт? Из природных элементов, из газа. Из газа или из нефти. И что делает пластик? Так? Правильно? Полиэтилен. Ещё из газа. Полиэтилен. Поли это много. Этилен это что? Ну много газа, будет много полиэтиленовых мешков. Потом не знают, куда их деть. Сколько нужно? Ну поскольку это предмет природы, и он возвращается снова в природу. Возвращается? Полиэтиленовые мешки возвращаются, и бутылки. И сколько они там разлагаются? Столетиями. А? Столетиями. Двести лет надо, чтобы полиэтиленовый мешок разложился. Поэтому во Франции сейчас принят закон прекратить производить посуду. Пластмассовую. Из-за того, что ну поколение смеется, сколько поколений смеется, а стакан это всё живёт. Стакан, тарелка, вилка, вот которые нам дают, вот почему-то нам всё... Вот посмотрите, здесь вот стаканчики, вот здесь на высшей школе журналистики, они бумажные. У нас в институте философии, у нас дешевле, конечно, кофе, и намного. Вот, но у нас смассовые стаканчики. А крышечка, которая здесь прямо прилагается к этим стаканчикам, пластмассовая. А какова история этого дела? Через месяц эти стаканчики, бумажные, растворятся в земле и слеют, они же сделаны из чего? Ну, грубо говоря, из дерева, деревянные. Ну, только дерево перетёртое, его варили и так далее. Но всё равно волокна там. То есть бумажная посуда, она не загрязняет природу. Ничего с ней не делают. Они пришли из природы и ушли в природу. Бумажные пакеты, бумажные стаканчики, тарелки бумажные, всё что угодно. Ложки бумажные я ещё не видел. Деревянные были. Ну, допустим, если палочки были вот здесь деревянные, хотя бы вот заточенные. Ну, они пластмассовые, эти палочки. Вот здесь стаканы сгниют, крышки останутся и эти самые пластмассовые мешалки, которые у нас тут дают. Тем более, если мы возьмём стальные ножи, вилки и так далее, которые в нормальных столовах нормальным людям дают, но они, между прочим, ну, хотя и не ржавеющие, но сколько-то они там поживут, но они не изогрязняют природу, правильно? А это пластмассовые же страшное дело. Вот, наконец, я сегодня читал газеты. Наконец, одна из фирм, которая уже раз в шесть предлагала вот эту помойку в Новосёлках, от которой газ вонючий идёт на весь Приморский район и другие, поскольку там делали заводы Hyundai и Nissan, особенно Nissan, вырубили как раз эту часть, которая отделяет эту мусорную кучу от города, и получилось, что как ветер туда это всё идёт. Если вы мимо приезжаете, мимо завода Hyundai и Nissan, даже в закрытой машине со всеми зашторенными стёклами, всё равно это всё. Они на этом газе будут вырабатывать электроэнергию и, соответственно, получать прибыль. И вот такое решение этого вопроса будет. Но не гарантирует 100%, а 50% воню уберут. 50%. В том-то и дело, что всё это вещество природы. И изначально они пришли, а куда уйдут они, вот эти столы? Опять же, в природу. Ну, они же не вечные, вы же прекрасно понимаете, они вот ломаются, вот уже отвалился кусок, потому что это не дерево, это же дело из струхи деревянной, на самом деле, из опилок, из опилок, стружек с клеем. Ну, всё это уйдёт природу, но это будет, разложение будет связано, конечно, с выделением, вот поскольку есть пластмасса, с выделением всяких газов и новыми химическими реакциями. И это, в общем, большая проблема. Или наоборот, так сказать, вот как рады были, что у нас пластмассовая посуда, а стеклянная? А стеклянная абсолютно безвредна, нейтральная, покупаете. Вот эта бутылка вредная, а бутылка стеклянная безвредная. И вода в этой, если бы хорошенечко поисследовать, как вы думаете, поступают какие-то элементы из этого пластмассы в воду? Поступают. А вам это надо? Поэтому бьются экологи за то, чтобы пиво не продавали в этих больших бутылках. А люди, которые продают пиво, им это позарез надо, потому что слишком дёшево. Это копейки стоит, легко производить, не хочется возиться и так далее. Ну и сколько ни было обсуждалось, обсуждалось и всё. Вот так вот в этих баклагах это пиво и продают. Хотя, ну, пиво в бутылках и всё. Я как-то был на ликероводочном заводе Ленинградской, поскольку меня направили туда лекцию читать в своё время. Партия «Ум, честь и совесть» нашей эпохи. Довольно забавно было. Дело, и я там видел машину, которая получила, авторы которой получили сталинскую премию. Помните, были ящики, а в них стояли бутылки. И вот этот ящик приходит с бутылками, которые собирали, принимали у населения. И население всем разбивать, оно, например, бутылку 10 копеек получалось. Ну, 10 копеек это были больше, чем нынешний рубль, конечно. И вот оттуда такие опускаются, как бы руки сразу, раз, и все бутылки из этого ящика, деревянного такого, он такой, ящик обычно был, ну, побитый, неровный. Нет, он так, раз туда. И все эти бутылки замечаются внутрь. Чрево этой машины, горячая вода, щелочь, потом промывается, горячий, холодный снова, и все, бутылочки, как стеклышки чистые, оттуда выходят, и в них наливается уже водка. Вот там он уже дал. Но уже наливать водку, это уже вторая стадия, это уже к машине не относится, посудомоечные машины такие были. А, так сказать, это оборотная тара, и она может обращаться сколько угодно. Это во-первых. Во-вторых, вот у меня товарищ, был паралектора нашего университета, Виктор Георгиевич Долгов, он один из создателей завода по производству бутылочного стекла в Ленинградской области. Это вообще редкость в наше время, чтобы вообще завод построили. Высоко механизированный, автоматизированный завод. И он мне рассказывал, что там вот 300 тонн этого нагретого стекла, жидкого, печи, из которого делают бутылки. А бутылка делается из капли большой. И вот для того, чтобы производить стекло, треть, треть этой печи должно быть занята боем стеклянным. То есть прямо разбивайте бутылки и кидайте туда. Красота. То есть мечта, можно сказать, этих экологов. То есть вот битая, не битая, туда ввали. Ну а если бутылки не светлые, тогда любого цвета можно туда кидать, они будут или теленоватые, или пересневатые и так далее. И она ничем не хуже, потому что, как вы понимаете, там температура такой высоты достигает, что, конечно, там все дезинфицировано, все это прекрасно. И оттуда на поле, ты, пожалуйста, все, наливайте. Ну вот французы уже на заградательном уровне сказали, что все, надо кончать с этим. Да иначе мы-то все пропадем с этим делом. Я должен сказать, что я как-то столкнулся с этим еще в студенческие годы. Мы были на стройке в городе Заполярном, вот наш отряд математико-механического факультета. И вот по окончании нашей работы, а мы работали на Ждановском, на строительстве Ждановского горнобогатительного комбината, углубляли, упрочивали основания и делали полбетонный. И работали во время сплошного дня. Но как бы мы работали ночью, потому что ночью менее жарко, солнце ниже, а днем солнце выше. В этом разница. А так солнце никогда не опускалось за горизонт. И если войти так, примерно вдоль, параллельно норвежской границы, вы попадаете прямо к Ледовитому океану. Нас пограничники пропускали, студентов, вот в этом районе, а и присматривали за этим районом. И вот мы выходим на берег. На берегу морские ежи, медузы с такими белыми крестами, так, птицы морские, фьорды. И весь берег усеян этими бутылками. Пластмассовыми бутылками, которых мы еще не видели, потому что это в Советском Союзе было не очень развито. Были бумажные кульки и бутылки стеклянные. И теперь можно только тосковать по этим бумажным кулькам. И стеклянам, так что вот если вам привозят в землю, там из них уже торчат полиэтиленовые пакеты. И тогда мы даже собирали эти, приносили эти бутылки. То есть люди плавают на кораблях. Выпили, бросили, выпили. Это все болтается, болтается, на волнах, что приплывает. А мы процесс производства должны рассмотреть предметов природы. Не так, что вот произвели и забыли. Нет, до конца. Весь его путь, правильно? Процесс производства предметов природы. Мы же рассматриваем преобразование природы. Так нельзя же заканчивать, если речь идет о производстве, как в продолжающемся процессе. Не надо заканчивать, что я вот допил бутылку. А дальше путь этой вашей бутылки какой? Ну вот сюда. Хорошо. Отсюда куда? Придет уборщик. Оттуда куда? Куда? Ну куда. Вот куда из города возят? Отсюда возят в эти самые новоселки. Будут возить еще до конца 17-го года. Потом вот только собираются перерабатывать. Еще такая гора есть там на юге. Мусорная гора. Вся эта переработка сейчас сводится к одному. У нас есть специальные заводы. Два. Которые могут изготавливать удобрения. Но для этого надо туда кидать пищевые отходы, а не кидать туда фластмассу. Поскольку у нас это все вот так собирается, то естественно эти заводы этой функции не выполняют. А никакого удобрения производить не могут. Потому что это ядовитое все получается, месиво. Хотя, вот в романовские времена, когда здесь был Григорий Васильевич Романов секретарем обкома, у нас вот, я не знаю, вы, наверное, не помните этого по возрасту. А я тогда был мальчишкой, и я хорошо помню, у меня такая функция была дома. Пищевые отходы я должен был выносить в бак. А бак стоял через этаж. У нас же в каждом доме было служебное жилье, которое потом приватизировали. И теперь эти дворники приезжают тогда, когда снег уже все засыпал, и когда люди все затоптали, и тогда тут они появлялись. А тогда они, раз в каждом доме дворник, то соответственно эти дворники должны были вымыть обязательно этот бак. Бак был с крышкой. И каждый день приезжали машины и туда выгружали эти пищевые отходы. И в городе было завалить свинины, потому что свинины всякого рода прекрасны. И гурженины были еще на комплексе, которые, ну, бесплатно, можно сказать, кормились. Ну вот все эти перевозки, затраты требовали, но в принципе кормов было достаточно для свинины. Ветчину продавали, прекрасно. Деревянная кясочка, пожалуйста, покупайте вот она. Поэтому, когда нам говорят, вот посмотрите, как в Финляндии разделили, да, там очень здорово в Финляндии. Прямо вот подходят люди, там железные сюда, цветные металлы сюда, бумагу вот сюда. А у нас что, вся ситуация, что не кидает люди или не ставят? Не ставят ничего. Ну, как люди, вы пойдете, вам хочется куда-нибудь, вы бросите пластмасса туда, где пластмасса? Нет. То же самое вот эти большие бутылки, там, пивные или другие большие бутылки. В Финляндии человек приходит, я сколько раз видел, женщина, она в автомат. Раз эту бутылку одну, раз другую бутылку, оттуда чек выходит, и вот эта сумма, которая на этом чеке, она расплачивается, и это вычет из того, что она должна платить. То есть, как бы за деньги это идет. То есть, она вот покупает что-то, а уже это вот как бы заплачено, но надо только добавить. Ну, вот, короче говоря, мы сейчас углубляться в это дело не будем. Важно, что когда мы берем пригодство, то мы должны досмотреть этот процесс самодействия человека с природой. Правильно? Процесс присвоения предметов природы. Поэтому никакой отдельной, как в экологической науке не надо. Вообще, задача экономической науки. Вы это производство, надо рассматривать, как воспроизводство, и досмотреть его до конца. А не то, что я произвел, куда стружки пойдут, куда отходы пойдут. Так все надо досмотреть до конца, потому что заново потом вы берете и снова производите. И что в итоге получается? Если у вас получается, что лесов все меньше и меньше, вот в этом году додумались. Наконец. И как новенькое подают сегодня, что принято решение с этого года, вот кто вырубил сколько леса, столько должен и посадить в этом году. Сейчас же еще год и кого вырубили. О, наконец, проснулись. Потому что, ну а как вы думали, что если вы вырубаете и не сажаете, что будет? Или посмотрите, я вот наблюдаю все время, сколько у нас дугов в городе. Ну если бы это было при Петре Первом, то были бы посаживаться, сажали, сажали, сажали. Вы поезжаете в Сестрорецк, там вы увидите вот такие дубы, которые три человека еле-еле могут охватить. И на побережье Финского залива много-много дубов разных. Поменьше, побольше и так далее. И в парке дубки, и не только в парке дубки, и в Сестрорецке. В другой части Сестрорецкой, на уровне разлива и так далее. Мало того, что желудей у нас полно, и их не высаживают. Мало того, что уже растут дубки, а потом приходят так называемые службы, которые занимаются обработкой газонов. Вот такие стоят дубки, они это скашивают. И все культурные растения, которые не являются примитивными, то есть только они размножаются только корнями, все убираются. То есть не может быть ромашек, не может быть посельков, не может быть... И иногда даже встречаешь цикорий. Может быть, вы не знаете его, на вид такие голубые цветочки, боковые. Но если люди вот так подстрегают, цикорий же не может корнями размножаться. То есть они это на обочинах где-то еще иногда встречаются. Или, скажем, соответственно, нет червячков, нет жучков. Если убирают всю листву. А поэтому нет и птиц. Потому что те же самые синицы, которые кормятся, окрасывают, они тоже отсюда уже не прилетают. Воробли исчезли. Данше в моем детстве было очень много. Да, воробли почти поисчезали. А что есть им? Нечего есть. Помойки регулярные хорошо выводят. Я наблюдал такую картину в свое время, в моем детстве, когда были помойки большие во дворах. И тогда было много очень мух. И прямо вот сидели эти черные мухи, огромное количество грелись на солнце. Как только стали выводить циклом, который более короткий, чем у них период выведения, мух. И, так сказать, вот эта мушиная проблема решена стала. Нету такого. Но если вот таким же образом не учитывать, что есть какой-то святого строя гостя, вы хотите, чтобы были птицы в городе? Что сделали в Новосибирске, в Академгородке? Вот там в центре города лес. Они его огородили. Туда никто не ходит? Никто не ходит. Просто огородили кусок леса. И там гнёты птичьи, там вечно щебечут эти птицы. А у них лёгкие, получается, Академгородка. Красота. В чём проблема? А у нас, если вы посмотрите летний сад, что-то нагородили там заборов. Видимо, это изображает, что они как бы не откачали деньги, а якобы что-то придумали. Но это какое-то такое унылое зрелище. Заборы. Там должны быть просто газоны. Там стоят какие-то заборы, 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 заборы. На сумму 2 миллиарда рубля. Так, в производстве есть процесс присвоения предметов природы. Так что всё это природа. Но человечная природа. И всё больше и больше мы имеем о человечной природе, и всё меньше и меньше дикой. Поэтому там золото добычи, которые там, роды это русло, рек и тоже за этим особенностью. Или воспроизводство лесов. Или, наверное, вы думаете, что у нас пожары случайно. Не случайно. Потому что раньше были лесники. Где эти лесники? Нету лесников. Было лесное хозяйство соответствующее. Так? Соответствующие службы. Но если нет этих служб, ну что нужно? Мы видим, что вдруг сгорают сёла целые. Что, разве трудно додуматься, как сделать так, чтобы сёла не сгорали, если вдруг пожар в лесу? Что нужно сделать? Ну, нужно взять и пропахать там необходимую полосу. Ну, метров сто. Мало что, сто пятьдесят пропахать. Чтобы огонь не перелетал. На такое расстояние. Ну, если никто не пропахивает, сгорит это село. А потом власти говорят, ну, мы поможем, мы вам построим. И строят. Так, может, лучше не давать огню это всё сжигать. То есть вот такого рассмотрения этого процесса нет. А этого рассмотрения, чтобы было, для этого нужно, чтобы была программа и план развития. Программы и плана нет. Хотя экономическая основа для этого есть. Валовой внутренний продукт у нас вырабатывается государственными предприятиями в количестве 70%, а 30% не государственные предприятия. А в пределах одной собственности план можно составить. Правильно? Если у вас, вот вы с вами, три разных частных собственника, у меня свой план, у вас свой. У меня какая разница, какой у вас план. Я своё делаю, решаю. И с вами не советую. Могу поговорить, но вообще это я решаю. А если у нас одна собственность, и вот есть руководитель, значит, мы можем сделать единый план. И это вот такая крупная монополия, мировая, в которой нету вообще единого плана. А дальше мы даём заказы тем, кто не входит в эту монополию, вот отдельным частным капиталистам. Но, к сожалению, пока этого нет. И пока этого нет, есть разговоры о темпах роста, разговоры о развитии и подъёме экономики, а нету вот как раз того, что даёт возможность это производство осуществлять. И, или, скажем, это решается проблема сбора мусора, вот поручили это делать товарищу Иванову, который был у нас главой администрации президента. Вот он и первое дело сделал, вот потребовал, чтобы, по крайней мере, столько сажали, сколько вырубает. Если вы вырубили 100 гектаров, то 100 гектаров посадите нового леса. Причём этот лес будет сколько вырастать? Долго. В Гатчине я был в таком месте, Степан Степан, сейчас закройте, пожалуйста, а то как бы не простудился. Там открылось. В Гатчине вот такие ели росли. Фиды купили этот весь лес и на корне вот так срезали. Даже пеньков не осталось, вот так. Вот часто я. Сможете закрыть? Давайте я тоже сделаю. Да не надо, не надо, посидите сейчас. Сейчас сделаю. Ну хорошо, можно там, допустим, кусок срезали, но другой посадите. Ну вот вдруг додумались за такой вещью, которой всем было раньше ясна. Если вы хотите, а если вы вспомните, были в советское время лесополосы. Вот я родом из Соборской области. Там была такая вот степь, идёшь, и до леса 12 километров. И только поля. И кукуруза, и, главным образом, подсолнечник, проса и так далее. Сделали такие полосы, квадраты. Там цветы, грибы, птицы. И там тень. И там люди отдыхают, которые работают на поле. Теперь ты уже, и даже едешь вот на поезде, видно, что вот эти полосы. Толь же лесных дорог. Такие там они цветущие. Если их вовремя посадили, это даёт свой результат. У нас, вот посмотрите, что было. У нас около гостиного двора были деревья, они были зелёными. Взяли, замостили это место, оставили круги. И стали туда привозить чёрт-те откуда, из Молдавии. Из тёплого места, к нам ленинградский климат, клёный. И что? И вечно там, значит, где-то третья или четверть, вечно их умирает. И вот они их снова потом привозят. Но это совпадает с интересами, значит, получить снова от города деньги, и эти деньги снова использовать к себе для того, чтобы посадили. Так. Процесс присвоения предметов природы в рамках определённой формы общества. То есть в понятие производства входит форма общества, в рамках определённой формы общества. И посредством неё. А какая форма общества? А формы общества мы знаем очень мало. Нетрудно их запомнить. Если очень крупное деление брать, всего две, может быть, формы общества. Либо производство, основанное на общественной собственности. Это первобытный коммунизм и коммунизм, который после капитализма. И частное производство, основанное на частной собственности. Это какие формы общества? Это рабовладение, феодализм, капитализм. Поэтому иногда говорят пять формаций, а можно сказать три. Вот смотрите, общественные собственности на средства производства. Это рабыщий на общинный коммунизм, потом отрицание этого, первобытно-общинного коммунизма, рабовладение, феодализм, капитализм, потом отрицание, отрицание. Причём это отрицание вытекает из природы самого этого способа производства. Скажем, если вы посмотрите на движение капитализма, то капитализм, он же, это же товарное хозяйство. Или определение капитализма очень простое. Всеобщее товарное хозяйство. Всё товар. И рабочие силы. Всё товар. И вот если всё товар, то движущим мотивом является конкуренция для собственников средств производства. Эта конкуренция в чём увидят? И конкуренция, между прочим, и между продавцами рабочей силы. Кому удастся устроиться на работу? И вот эта конкуренция к чему ведёт? Если мы с вами конкурируем, чем дело кончится? Или вы меня побьёте, или я вас побью. Если вы меня побьёте, ваша будет монополия. Вы, может, меня возьмёте к себе на работу, а, может, не возьмёте, это уже неизвестно. А если я выиграю в конкуренции? Эта конкуренция же, эта битва не такая, что вот мы просто общаемся с вами и рассказываем друг другу, какие вот есть, бывает, приёмы проиглозные. Нет, мы хотим разорить своего противника, с которым ведётся конкуренция, и забрать у него всё с потрохами. Поэтому конкуренция ведёт монополию. Вот я поражаюсь тем, насколько есть люди, даже политики современные, неглубоко мыслящие, которые никак не могут простой вещей понять, что если вы за товарное хозяйство, за конкуренцию, и если вы следите мыслью за тем, как оно развивается, то вы должны прийти к мысли о том, что естественным результатом конкуренции является появлением монополии, естественно. Нам ещё в школе рассказывали, как, скажем, два пароходчика на Енисей конкурировали. Значит, одного есть пароход, он перевозит там, но другого есть пароход. Один взял, чтобы борисового конкурента снизил цену на билеты, а другой снизил больше, а этот ещё больше. А этот взял и стал возить бесплатно. А его конкурент взял и стал вводить бесплатно и бублик давать. И обыграл того. А когда он обыграл, он купил его пароход, стал оденцом и поднял, естественно, тарифы за берёзку, как нынешняя ЖКХ. Куда вы пойдёте уже в конкурс? Что, конкуренция конь? Если только выдумаешь её. Если часто проводят конкурсы, ну это смешно. Вот мы с вами участвуем в конкурсе. Раз, два, три. Да? На производство чего бы то ни было. Значит так. Мы с вами участвуем. Вы даёте вот столько рублей. Так? Я даю вот столько рублей, а вы меньше даёте. Вы выигрываете. А потом мы с вами всё это делим. Потому что вы выиграете, и мы общим результатом воспользуемся. Поэтому все эти конкурсы – это для маленьких детей. Это какая-то глупость, потому что вот там скрепки покупают в школах по конкурсу. Ну что вы не знаете, где скрепки делают? Ничего о чём говорить. Всё уже у нас монопольное почти всё. Поэтому эти игры в конкуренциях нет. Или есть антимонопольные службы. Ну как старый брат, что хоть во всех монополистических странах есть антимонопольные службы. Где-нибудь они остановили какие-нибудь крупные монополиные. Может, Форд стал маленьким. Или какой-нибудь Дюпон. Кришел стала маленькой-маленькой компанией нефтяной. Ну, жаль, такое бывает. То есть это делается для, ну, для, так сказать, ну, как бы, надувания тех, кто ничего не понимает вообще в экономике. Ну всё уже. Крупное монополистическое производство, оно идётся по плану. Ну а дальнейший шаг? А дальнейший шаг вытекает из самого этого монополистического производства. Единая капиталистическая монополия, писал Ленин, но обращённая на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. То есть социализм – это не какие-то выдумки каких-то социалистов, а это, так сказать, ну, дальнейший ход, результат развития самого империализма. Можно по-другому поставить вопрос. А кто мама этого самого коммунизма? Ну вот Макс пишет – родимые пятна капитализма. Ну, если родимые пятна капитализма, а кто родил этот коммунизм? Ну что, это какие-то коммунисты, что ли, собирают людей в города? Да? Коммунисты собирали или капиталисты собирают людей в города? Да. Капиталисты собирали. Для этих людей надо приучить к фабричному производству. Для этого надо их, а, научить, и надо, между прочим, дать им хорошее образование. Это вам не крестьянское хозяйство, которое можно без образования вести. Значит, если это современное производство, а у вас там всего два класса образования, извините, мы должны вам 10 или мы вас уволим. То есть, капитализм обучил, собрал, дисциплине научил. Правильно? Кто научил ее? Все, большевики, коммунисты. Ну, смешно. Капиталисты научили. Капиталист – кто готовит своего могильщика? Капитализм готовит своего могильщика. То есть, надо понимать объективную природу тех процессов, которые идут. Другое дело, что, конечно, требуется какая-то субъективная сила, которая представляла бы противоположный класс, но сам класс – это и воспитывает тема. Это же класс капиталистического общества, а кто делал буржуазную революцию, чтобы был такой класс, который не находился бы в личной зависимости. Рабочие в личной зависимости не находятся, они на равных. Вот крестьянин, да, он, собственно, помещик, но какой он может претендовать на какую-то власть? Не может. Какая власть? Я могу вас продать, могу купить. Какую, может быть, у вас власть? Только у меня. Поэтому это самые, говорят, надо честный выбор. Это самые честные строя феодолизма. Феодалы, помещики, они управляют. А есть вот крестьяне, которые хлеб добывают. Да, а если будете плохо добывать, пошлем на сенную. Там у нас специальные услуги есть, про которые Некрасов рассказывал. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ну, если тут капитализм, все свободны. И как вы думаете, так, рано или поздно вот это собирание больших масс людей, образовывание их, дисциплинирование и просвещение их, просвещение, так сказать, той или самой безработицей, которая, ну, всем, наверное, понятно, что разве трудно посчитать, сколько рабочих мест, сколько рабочих. Специально делается, чтобы рабочих было больше, чем рабочих мест, чтобы тогда над ними нависала резервная армия. И тогда, вроде бы, как требуется, если будете требовать зарплаты, за вами еще три человека стоит. Сейчас мы вместо вас возьмем их. И весь вопрос. И это мы прекрасно знаем. Это во все виде используется. Ну, вот, это, так сказать, социальное, это вот производство общественное. Надо понимать, что оно всегда бывает в какой-то общественной форме, а не просто. А труд – это понятие абстрагированное в этой общественной форме. Я могу копать и при капитализме, и при феодализме лопатой. Могу при рабовладении копать, могу при полном коммунизме. Как одного спрашивает, на работу принимает, говорит, что можете? Могу копать, а еще? Могу не копать. Вот такая картина получается. Так вот, это вот производство, которое общественное, о котором мы с вами говорили, это и есть общественное бытие. А вот оно является определяющим по отношению к общественному сознанию. Общественное сознание – это сознание не только тех людей, которые сейчас живут, но и все то, что в общественном сознании накоплено за всю историю человечества. В книгах, в рукописях, в памятниках, в предметах материальной культуры, имеется в виду там сооружения, дворцы, 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 дворцы. Посмотрите, пожалуйста, на наш город. Здесь наиболее красивые здания – это феодальные эпохи, правильно? Ну вот, знание того, как делают такие дома, конечно, оно входит. Оно является частью уже общественного сознания, хотя сами эти знания являются, входят, так сказать, результатом материального производства. То есть определяющим является производство материальных благ. И то, что мы наблюдаем в общественном сознании, оно корни имеет вот в этом материальном производстве. Поскольку в материальном производстве есть разные группы людей, отличающиеся по положению в производстве, они имеют разные интересы, они проявляются дальше на всех этажах общественного здания. Это общественное здание называется, общественной экономической формацией, но это уже следующая тема, на которую мы сегодня тут не потягаем. Спасибо за внимание.